Когда мы говорим о швейцарских школах-пансионах, мы часто упоминаем, что это одни из самых безопасных с точки зрения медицины школ. Сегодня мы поговорим о образовании в колледже Дулиман, школа, которая расположена совершенно рядом, недалеко от Женевы. Наш сегодняшний гость Мария Рыбакова, представитель этой самой школы, которая прилетела сейчас в Украину для того, чтобы встретить наших детей и отвезти их в Швейцарию в школу. Меня зовут Оксана Чмыхала, это проект «Достичь большего». Ребенок может поступать практически в любой университет мира. Удивительно, это правда удивительно и, кстати, это очень интересно. Несмотря на тест, сделанный в стране проживания, мы будем делать тест на территории школы. Швейцария заняла первое место в рейтинге стран, которые лучше всего справились с пандемией. Вот не хочу я заниматься спортом, бывают такие подростки. Стараемся подобрать для него лучшее хобби. Это единственные студенты, которые не жалуются на питание в школе. Единственные. Все-таки у нас есть влияние французской гастрономии. Все наши шефы, они французы. О профессиях будущего мы узнаем от самих студентов. Совершенство, так можно сказать, про швейцарские школы. Маша, здравствуй. Здравствуйте, Оксана. Спасибо большое, что ты приехала к нам в Украину из Женевы, чтобы рассказать сегодня нашим телезрителям о колледже, который ты представляешь, в котором в том числе учатся украинский, казахстанский, очень много учеников, как на пансионе. Расскажи, пожалуйста, про колледж Дулеман, в чем его особенность и как выглядит процесс обучения. Колледж Дулеман – настоящая швейцарская школа, основанная 60 лет назад. В этом году мы отмечаем 60-летие нашей школы. Наша школа живет и работает по самым лучшим традициям швейцарского образования, воспитания учеников. В нашей школе учатся 1800 учеников от двух лет до 18 лет. Из 1800 у нас 450 учеников живут в пансионате. То есть это студенты, которые и учатся в школе, и живут там, и проводят свой досуг? Абсолютно верно. Детки приезжают к нам, могут приезжать в возрасте от 8 лет. У нас есть еще бордеры, которым 6 лет. Мы их тоже можем принимать на кампус. И они учатся в течение 10 месяцев. Занятия начинаются 26 августа, последняя среда августа. И в течение 10 месяцев они учатся у нас в школе и проживают на территории школы, на кампусе. У нас очень большой кампус, 8 гектаров, где располагаются учебные корпуса, более 14 домиков для мальчиков и отдельно для девочек. После школы детки занимаются различными хобби, внеклассными занятиями. У нас есть выбор из более 100 внеклассных занятий. А что самое необычное? Чем они могут там заниматься? Ну, понятное дело, что это Швейцария. Зимой очень много лыжного спорта. Осенью у нас есть возможность записать деток в клуб парусного спорта. Колледж Делима располагается в 5 минутах ходьбы от озера Лиман, откуда и название нашего колледжа. И очень много детей хотят поучаствовать в команде парусного спорта. То есть самый необычный спорт, я бы сказала, необычное хобби колледж Делима – это парусный спорт. И также сейчас очень модная робототехника. Это занятия, на которых ребенок может сам построить робота, создать робота. И этим занимаются дети с 6 лет. С 6 лет они собирают маленькие такие роботов уже? Да, абсолютно верно. Маш, я хотела бы задать тебе вопрос, потому что в современном мире, когда у нас произошла эпидемия, мы называем Швейцарию очень часто одной из самых безопасных стран, для того, чтобы отправить ребенка в школу-пантеон учиться. И это действительно так. Потому что Швейцария заняла первое место в рейтинге стран, которые лучше всего справились с пандемией. Наша школа закрылась 13 марта, и все ученики были переведены на дистанционное обучение. Наши учителя собрались и за субботу-воскресенье перевели все обучение онлайн. Ого, за два дня? За два дня. Это было сделано в самые кратчайшие сроки. И 15 мая мы уже открыли школу, наши дети вернулись в стены школы, иначе продолжили занятия, как обычно. В этот период, пока вот как раз самое обострение было, дети вернулись к себе домой и вернулись в мае, или они находились на территории школы? Кулеж Лимон следует четко правилам швейцарского постановления. Все дети вернулись домой. Так нужно было сделать, они все прилетели домой и продолжили обучение из дома. Те дети, которым удалось вернуться, их родители отправили снова в школу, мы их всех с удовольствием обратно приняли, и они снова начали учиться. Вы, как обычно, стартуете свою программу, несмотря ни на что, все дети возвращаются, в том числе из Украины, наши студенты в том числе возвращаются. Расскажите, пожалуйста, вот про особенности начала учебного года в этом году. Я, во-первых, знаю, что вы лично прилетели в Украину, чтобы забрать украинских детей-пордеров для того, чтобы сопроводить их на территории школы. Что еще? Какие необычности в этом учебном году? Начало этого учебного года действительно не похоже на все остальные. Мы выступаем только за то, чтобы обучать детей по традициям, то есть никакого дистанционного обучения не хотелось бы организовать в этом году. Поэтому мы организовали, называется, шапрон-сервис. Четыре воспитателя, и вот я в их числе, мы вылетели, чтобы забрать, просто проводить детей из разных стран. Я улетаю с нашими замечательными семью учениками из Украины и привожу их лично на кампус. А скажите, а как будет процесс дальше происходить? То есть вы как-то тестирование будете проходить на территории аэропорта или на территории школы? Ведь со всего же мира прилетят дети-бордеры в колледж Дульман. Что дальше будете делать? По требованию колледж Дульман каждый ребенок должен прилететь уже с тестом на ковид. Несмотря на тест, сделанный в стране проживания, мы будем делать тест на территории школы. Наша школа закупила тесты, и каждый ребенок, прилетающий в Женеву на колледж Дульман, будет протестирован. Результаты очень быстро, за 24 часа. Если они отрицательные, студент может приступить к обучению. Следующий тест будет 9 дней спустя. Повторный тест, чтобы точно быть уверенным, что нет опасности для обучения и для здоровья. Какой у школы план действовать в случае, если на территории школы оказался тест положительный у ребенка? В колледж Дульман есть медкабинет и даже две палаты. На случай, если у ребенка положительный тест, он будет находиться на территории школы, к ним будет приходить врач, и за ним будет ухаживать медсестра. И то необходимое время, которое нужно будет провести на карантине, ребенок проведет это время на территории школы в медкабинете, в палате. Маша, что касается страховки, в стоимость колледж Дульмана входит уже страховка. И хотелось бы узнать больше, какие были у вас страховые случаи, какие-то, может быть, медицинские необычные, были запросы. И в случае, если у ребенка подтвердится ковид, можно ли его гиспатализировать отдельно в клинику, а не в школе, чтобы он находился. Вообще, что покрывает эта страховка? В стоимость обучения входит швейцарская страховка, которая покрывает все визиты к врачам. В случае, если ребенок заболеет коронавирусом, он будет проходить лечение, если случай не очень серьезный, то на территории школы. Если нужна будет госпитализация, его госпитализируют, и никаких дополнительных затрат родители не будут платить. Все покрывается страховкой. Хочу обратить внимание, что если ребенок находится на территории Швейцарии, если вдруг происходит заболевание, например, коронавирусом, то он и получает лечение на территории Швейцарии. Медицина в Швейцарии гораздо лучше, чем в Украине, поэтому можно таким образом обезопасить своего ребенка. Маша, скажи, пожалуйста, существует ли у школы план Б в случае второй волны пандемии или что-нибудь такое, что ограничит, вероятно, обучение детей на территории школы? Вы продумали, что будете делать дальше? Мы очень надеемся, что этого не произойдет. Тем не менее, школа разработала план Б. В случае пандемии и закрытия границ, все обучение готово быть перенесено снова на дистанции. В этом году мы не будем, скорее всего, отправлять деток на каникулы октябрьские. И наши все виллы и дома, где проживают детки, остаются открытыми. То есть, если студенты сейчас уезжают, то, скорее всего, если произойдет пандемия, они останутся с нами до декабря и будут проживать и учиться у нас. Мы никого не будем отправлять назад домой. А, прекрасно. То есть вы все это время с детьми будете находить, чем заниматься во время, если вдруг так произойдет. Но мы надеемся, что, конечно, так не произойдет. Давайте будем надеяться, что такого не будет. Я бы хотела больше поговорить про особенности коллежи Дуриман. Ведь я знаю, что эта школа принимает детей даже с особенностями развития, с особенностями обучения. Расскажи, пожалуйста, какие детей вы принимаете, как вы им преподаете и какие особенности есть конкретно у вашей школы в помощи таким детям? Абсолютно верно. Наша школа старается развить потенциал и помочь очень многим детям, которые мечтают учиться у нас. Иногда случается так, что ребенок в начале обучения имеет сложности с чтением или с написанием. Называется дискрофия или дислексия. На территории школы у нас есть специальный отдел, который помогает таким детям в обучении. Такому ребенку назначается, у которого есть сложности с написанием или с чтением, или ему нужно, допустим, больше времени на экзамене по математике. Это все учитывается, поскольку наша школа предоставляет индивидуальный подход к обучению. Для такого ребенка разрабатывается специальная программа. Назначаются индивидуальные занятия. Но к этим индивидуальным занятиям, дополнительным, за дополнительную плату, школа старается прибегать в самый последний момент. То есть преподаватель, который хорошо уже знает ученика, он старается по максимуму раскрыть его потенциал. Если такая помощь необходима в обучении, то ребенку назначают помощника. Называется Shadow. Это человек, который помогает, приходит с учеником, садится с ним рядом. И все предметы вместе с ним проходят. Его помощь нужна вначале, допустим, каждый день, затем месяц спустя два раза в неделю, три раза в неделю. И потом по результатам мы уже видим, необходима ли дальше ребенку такая помощь. То есть этот специалист, который называется Shadow, он помогает ребенку и в академическом плане. То есть уроки с этим ребенком делает, помогает, сидит на уроке, объясняет, если что-то непонятно. И в том числе помогает социализации, правильно? Абсолютно верно. Общению, влиться в компанию, влиться в класс. Поэтому наша школа тоже предлагает достаточно много внеклассных занятий. Потому что мы верим, что ребенок может раскрыться не только в течение академически на уроках, но также после школы, в различных кружках. Это может быть верховая езда, баскетбол, теннис, практически все виды спорта, а также кружки по программированию, работа техника. Маша, а ты вот сказала, что вы можете всех детей брать, разные у них бывают особенности. Но бывают же дети, которые очень, например, умные, и им нужна какая-то специальная программа. Они бывают гораздо умнее, чем предлагается стандартная академическая программа в школе. Беретесь ли вы за такие детей, помогаете ли вы таким детям, и как это выглядит? Родители таких детей обращаются в Кулеж-Дельман достаточно часто. Наша школа старается по максимуму разработать специальную программу для детей с высоким потенциалом, чтобы дать им возможность развить их потенциал еще больше и ни в коем случае не дать им заскучать на занятиях. Для таких детей наш заводчик средней школы или старшей школы специально разрабатывает программу. То есть, если ребенок высоким потенциалом, для него разработается программа, приглашаются ли какие-то дополнительные учителя, может быть, профессора? Да, были такие случаи, когда для такого ребенка специально выделялся преподаватель. Допустим, если у ребенка шикарные способности в математике, он мог бы посещать занятия с другим преподавателем и заниматься математикой на другом уровне. Допустим, взять университетский курс. Как интересно. Маша, я бы хотела задать тебе вопрос, как человека, который занят в сфере образования в Швейцарии, что говорят в вашей школе относительно профессий будущего? Какие три основные профессии будущего считают в вашей школе, к чему готовят наших детей и студентов? О профессиях будущего мы узнаем от самих студентов, потому что во время собеседования мы спрашиваем их, кем вы хотите стать после обучения в колледж Дю Лимон. Три сферы, в которых хотели бы работать, это биотехнологии, IT и банковская сфера. Банковская сфера, ну, конечно, это Швейцария, поэтому банковская сфера. Традиционно. Да. И еще момент. Вот какие качества должны быть у человека будущего? Вот опять-таки три основных качества человека будущего. Колледж Дю Лимон. С первых дней обучения прививает студентам не три, а четыре очень важных качества, важных ценностей. В нашей школе называют их под аббревиатуру RISE. По-английски RISE это стремление вверх, идти вперед. Движение. Первая буква означает респект, уважение, уважение друг к другу, уважение к учителю, уважение к окружающей среде. Все дети разные, все дети из разных семей, из разных культур, разных религий. И колледж Дю Лимон обобщает, соединяет вместе. Уважение первое. Дальше. Интернационализм. Мы стараемся, чтобы дети принимали как исходство, так и различия друг друга и оставались, тем не менее, сами собой. Третье. Spirit. Team Spirit. Это командный дух. Наши дети и друг друга помогают и поддерживают друг друга во всем. Не только на уроках математики, но также, когда нужно спуститься на лыжах быстро со склона. И мы должны всегда поддерживать дух команды, оставаться одним целым. Это классно. И четвертое. Что последнее? И четвертое. Это excellence. Совершенство, мастерство. Наши дети совершенствуются везде. Соблюдая дух команды, помогая другим, возможно, более слабым детям и учась у более сильных. Совершенство, так можно сказать, про швейцарские школы. А теперь про досуг поговорим, потому что мы понимаем, что мы можем в школе организовать и ребенку с особенностями, низлексия и любые особенности, которые необходимы ребенку, чтобы он смог учиться. Мы можем брать детей с высоким потенциалом, потому что мы можем предложить даже программу гораздо выше, чем обычное среднее образование. А что касается развлечений? Чем занимаются дети? Куда они ездят? Что необычного происходит в школе? И больше про интернациональный микс. Кто ваши студенты? Кто эти дети? С удовольствием расскажу. Нужно понимать, что занятия в школе в Швейцарии начинаются достаточно рано. В 8-15 нужно уже сидеть за партой. То есть дети встают в 7 часов утра, завтракают со своими воспитателями и со своими одноклассниками, расходятся по классам. Занятия в старшей школе заканчиваются к 4 часам. Затем, в зависимости от пожеланий ребенка, у него есть программа его внеклассных занятий. А мы считаем, что у ребенка должно быть не более 3 различных разных внеклассных занятий. Больше 3 нельзя, иначе он будет отставать по академической программе. Если он отказался, например, если он не хочет заниматься спортом, Можно так? Вот не хочу я заниматься спортом. Бывают такие подростки? Бывают такие подростки. Они смотрят, как занимаются спортом их одноклассники. В это время они могут либо сделать домашние задания, либо остаться на территории школы, взять велосипед, скейтборд, покататься, пойти к бассейну, просто пообщаться со своими одноклассниками или со своими друзьями. У нас есть более 100 учебных классов, у нас 10 лабораторий, большая библиотека и студия искусств, которая называется «Пикассо». Если, допустим, ребенок не очень силен в спорте, то он может пойти в студию «Пикассо» и позаниматься визуальным искусством, лепкой, компьютерной графикой, порисовать. То есть в любом случае мы стараемся заинтересовать ребенка, найти, раскрыть его потенциал, найти все его интересы, выявить интересы и к этим интересам подобрать для него лучшее хобби. А про поездки расскажите, куда ездят студенты со школой, какие поездки есть? Студент, запчислившийся в коллеже Лимон, всегда студент, ученик, который мечтает, скорее всего, попасть на лыжный курорт, на лыжный склон. У нас в школе в течение трех векендов зимой, в феврале, вся школа выезжает в лыжный курорт, который называется «Крамонтана». И они там катаются на лыжах или на сноуборде. Это вот такая вот первая их самая ближайшая поездка, потому что все-таки коллеже Лимон располагается в шикарном месте. И озеро недалеко, и до гор ехать всего два часа. В течение учебного года ученикам предлагается выбор из нескольких поездок. Они могут поехать в Германию, в Рождественский рынок, погулять там. В Париж, погулять в Диснейленде, покататься на аттракционах. В Милан или в Барселону. То есть мы также предлагаем выбор из многих поездок в европейские столицы. Отлично. Мы не знаем, как будет в этом году. Надеемся, что соблюдая все правила для путешественников, наши дети все-таки смогут поехать хотя бы в ближайшую Францию. Кстати, очень интересный момент, что наши студенты, которые учатся в коллеже Ду Лимон, это единственные студенты, которые не жалуются на питание в школе. Единственные. Расскажите, как вам удается делать так, что всем детям нравится еда, которая в школе. Что вы с этим делаете? Почему у вас так получается? Я думаю, что поскольку коллеж Ду Лимон располагается в 10 минутах от французской границы, все-таки у нас есть влияние французской гастрономии. Все наши шефы, они французы. И они с любовью, не только к детям, но и к французской гастрономии, готовят для них вкусные обеды и ужины. На любой вкус. У ребенка есть выбор всегда. Есть рыбные блюда, есть всегда спагетти. Иногда мы готовим пиццу. Каждый месяц в нашей школе повара устраивают специальный обед. Допустим, китайский, китайская кухня или итальянский день или день тайской кухни. Мы стараемся тоже относительно еды как можно больше развлекать и заинтересовывать, развивать вкус к еде. Ты сказала про то, что разные кухни. Ты говорила о том, что очень много национальностей учатся в школе. Расскажи, пожалуйста, про интернациональный микс в школе и кто ваши студенты, кто ваши бордеры в школе. Да, колледж Дю Лимон всегда славился своим интернационализмом. В нашей школе обучаются дети более 120 национальностей. Только в колледж Дю Лимон, я думаю, вы сможете встретить деток даже с островов Фиджи. Женево поистине международный город, куда приезжают люди со всех уголков мира. И мы гордимся, что они выбирают нашу школу. Если уже мы пройдемся по статистике, то французы занимают первое место, поскольку Франция соседняя страна. На втором месте швейцарцы, американцы, британцы. И в прошлом году на пятом месте были китайцы. Но в этом году японцы взяли первенство и опередили. То есть в этом году у нас будет очень много японцев. Удивительно. Это правда удивительно. И, кстати, это очень интересно, потому что такой богатый интернациональный микс на территории школы. И не зря мы говорим для детей, которые приезжают учиться в вашу школу, что у вас есть возможность быть космополитом. Иметь возможность учить, во-первых, несколько языков. Ведь обязательны у нас французский язык и английский язык. И также есть возможность изучать дополнительные языки, правда? Абсолютно верно. Плюс такое огромное количество разных детей. Вот расскажи, пожалуйста, еще про программы, которые есть на территории школы для обучения. Колледж Ду Лимон славится сильными академическими программами. В старшей школе мы предлагаем четыре диплома. Это американский high school American diploma. Знаменитая программа IB, диплом, после которого ребенок может поступать практически в любой университет мира. Эта программа признана повсеместно. Французский бакалавр, на случай, если родители планируют, чтобы его ребенок обучался во Франции. И также швейцарский диплом. Обучаться можно либо полностью на английском языке, либо полностью на французском языке, или сразу на двух языках. В нашей школе принято двуязычие. Женева располагается во франкоязычном кантоне, и французский язык – это официальный язык Женевы. Поэтому наши студенты обязаны заговорить на французском языке по окончанию колледж Ду Лимон. Плюс, если у ребенка есть способности к языкам, он может выбрать язык итальянский, немецкий, испанский, даже китайский. Ну, в этом году практиковаться не с кем, я так понимаю. Да, в этом году не будет. Ну, подождем, подождем. Многие родители знают про программу IB, подпочитают детей отправлять именно на программу IB, для того, чтобы потом, в конце окончания школы, принять решение, в какой стране хотят, чтобы учился их ребенок. Некоторые хотят сразу поступить на швейцарскую матуру, потому что они хотят поступить в государственный вуз в Швейцарии. Так вот, правда ли это, что можно после швейцарской матуры поступить в государственный бесплатный вуз в Швейцарии? Были ли у вас такие случаи и помогаете ли вы с поступлением в государственный вуз? Чтобы быть зачисленным на диплом Швейц-Матура в колледже Ду Лимон, необходимо при зачислении уже говорить свободно на английском и на французском языках. Да, поэтому этот диплом достаточно сложный, обучаться на нем нужно 4 года, практически без передышки, потому что дети постоянно сдают экзамены в течение 4 лет. Обучение предметов проходит сразу на двух языках, на английском и на французском, плюс необходимо выбрать третий язык, и он обязательный, либо это немецкий, либо итальянский. Это также два официальных языка Швейцарии. Дети, успешно сдавшие все экзамены Швейц-Матуры, получают диплом, и любой швейцарский университет обязан взять такого студента на любой факультет. Но работать, учиться, стараться и получить этот диплом могут не все. Чтобы вы понимали, в классе, последний класс, 12-й, там всего лишь 12 учеников. То есть это самые талантливые, самые мотивированные, самые серьезные студенты, которые стараются учиться в течение 4-х лет и даже практически без каникул. А интересно, в какие страны после вашей школы поступают дети? Ну, в университеты после среднего образования. Я бы сказала так, наши дети поступают в разные страны. Только в нашей школе работают на постоянной основе 3 консультанта по университетам. Если ваш ребенок поступает в нашу школу, то будьте уверены, что предпоследний класс, 11-й, у него будет консультант по высшему образованию. Каждый четверг у ученика встреча с консультантом. Он должен рассказать о тех университетах, которые его интересуют. И наш консультант направляет, советует и помогает подать досье студента сразу в несколько университетов. Наши дети поступают в Кембриджский университет и в Оксфорд. Также очень популярно ехать учиться в Соединенные Штаты. Многие стараются остаться и хотят остаться в Швейцарии, потому что она очень приходится им по вкусу, скажем так. И в Европе остаются очень много университетов сейчас популярные в Нидерландах, в Германии. Также в Азии, Сингапур, Китай и Японии. В общем, в школу можно принимать детей с 8 лет и до 18, и даже раньше можно принимать детей, правда? Да, даже раньше. Были случаи, когда к нам зачислили деток, которым было всего лишь 6 лет. И они живут тоже в школе и учатся. Сейчас им уже исполнилось 7 с половиной, и они с удовольствием учатся в нашей школе. Прекрасно. И еще нужно отметить, что школа принимает студентов вплоть до и в сентябре, и в ноябре, и вплоть до января. В этом году принимаем аппликационный процесс академический, продолжается всю осень, правда? И мы ждем новых студентов в колледж Дюлеман, если родители захотят, чтобы их дети учились в Швейцарии. Мы с радостью рассмотрим вашу заявку. Спасибо большое, Машенька, было очень интересно. Благодарю вас, Оксана. Спасибо большое, что вы прилетели, и тем более отвезете еще наших детей обратно в Швейцарию. С удовольствием. На обучение. Вперед к знаниям. Швейцария очень космополитичная страна, и студенты выбирают ее часто как раз по этой причине. Огромное количество национальностей на территории школы, очень много интересных знакомств, интересных друзей по всему миру. И на сегодня все. Меня зовут Оксана Чмыхала, это проект «Достичь большего». Смотрите нас, чтобы знать и достигать большего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова